ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заголовок громкий. А что на самом деле? Зима Родионов о российских режиссерах, по которым плачут зарубежные киностудии. Бегом на первый сеанс. Начинаем неделю с неподражаемым Николаем Фомушиным. Всем привет! Да, это снова понедельник, это снова утро первых. В пятницу я поздравлял всех с наступающим днем города, а сейчас я хочу поздравить уже с прошедшим. Это яркое событие, мы, безусловно, обсудим сегодня здесь, в прямом эфире. И это далеко не все. Нас ждет еще обсуждение ряда актуальных вопросов, ведь скоро будет уже 1 сентября. Об этом мы тоже поговорим. А еще сегодня вас ждет новый розыгрыш. Поэтому никуда не переключайтесь, быть сегодня с нами. Это лучшее начало недели. Мы начинаем прямо сейчас с выпуска новостей и прогноза погоды. Спрос на туры по России за первые сутки после открытия программы кэшбэка вырос в 4 раза. Самое популярное направление – побережье Сочи. Его выбирают 54% туристов. На втором месте – Красная Поляна, затем Санкт-Петербург. Напоминаем, кэшбэк составит 20% от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. В случае путешествия на Дальний Восток сумма составит 40 тысяч. Британские ученые построили спутник, способный исследовать леса Земли с беспрецедентной точностью. Длина его волны составляет 70 сантиметров. Благодаря этому он сможет проникнуть сквозь весь лесной покров и оценить, сколько углерода содержит зеленое насаждение и какое влияние вырубка лесов окажет на земные экосистемы. Такая технология предоставит более полную и объемную информацию. По прогнозам, спутник будет запущен в конце следующего года. Мак Резерфорд побил два рекорда Гиннесса. Первый. Он прилетел через 52 страны на пяти континентах и дважды пересек экватор. И второй. Во время полета ему исполнилось 17 лет. А это означает, что он самый молодой пилот. Полет проходил через Индию, Китай, Южную Корею и Японию. В Москве эвакуировали неправильно припаркованного котенка. Речь, конечно же, об автомобиле, в моторном отсеке которого и спрятался малыш. Работники службы эвакуации заметили нелегального пассажира при разгрузке. Затем вместе с сотрудниками МЧС аккуратно достали его из машины. Котенок в безопасности и скоро отправится в приют. А водителям напоминают, не забывайте проверять свои машины перед тем, как выехать. Инженер создал кошачий дверной звонок. Он состоит из обычного USB-микрофона, заключенного в пластиковый корпус с отверстиями. Когда система слышит кота, то отправляет на смартфон хозяина сообщение с уведомлением, что питомец вернулся с прогулки и ждет у двери. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова И происходит всякая ненужная информация, попадает им в голову, и они не понимают, как с этим бороться и как дальше им жить. Родители, контролируйте своих детей не только, где они гуляют, но и какие сайты они посещают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Побывать, стремиться, столько людей там побывало. Один Бог был свидетелем его тайного разговора с духовником. Ведь мы к Богу приходим чаще всего через скорби. Этот призыв с неба чаще всего идет через близких людей. Интересная икона, многие знают, многие приезжали. Не часами они стояли, молились порой возле этой иконы. Конечно, много было исцелений. Может быть, больше у нас никогда не будет шансов жизни быть здесь. Итак, у нас последний понедельник лета. Совсем скоро начнется школа. Она начнется для учителей, она начнется для учеников и для родителей. И вот сегодня, к примеру, в пятой Калужской школе пройдет городская конференция для педагогов. Будут обсуждать все новые вещи, веяния, тенденции, даже традиции, которые должны появиться совсем скоро. Но что это будет? Есть ли понимание? Давайте узнаем из первых уст. У нас в гостях директор 14-й школы города Калуги Ксения Познякова. Ксения Николаевна, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Вопросов очень много, но давайте начнем, наверное, с самого визуального и того, что на слуху. Я слышал, что теперь флаг будут поднимать у нас в школе. Известна ли уже механика? Каждый день, не каждый день, кто это вообще будет делать? Что нужно делать ученикам в этот момент? Может, там, руку на сердце держать или еще где? Проясните момент, пожалуйста. Да, действительно, такое новшество есть. Это рекомендации Минпросвещения Российской Федерации. Такое мероприятие будет проходить каждый понедельник перед началом уроков. И поднятие флага на учебную неделю, это, по сути дела, начало, как говорится, новых планов. Это вектор на академические, спортивные и творческие успехи детей. А, то есть это перед уроками? Перед уроками. А если ученик опоздает, как это будет караться? Вы знаете, есть определенный регламент, то есть сейчас в соответствии с регламентом и рекомендациями, которые даны Министерством Просвещения, каждая школа разрабатывает свой порядок, каким образом это будет происходить. Вот, в частности, на педагогических советах, которые сейчас предстоят в образовательных учреждениях, этот вопрос будет обсуждаться. Но, в принципе, у нас уже тоже продумана система, как мы это будем делать. А кто будет это делать? Кто будет поднимать? Вы знаете, в этом мероприятии, кто флаг будет выносить, в этом мероприятии принимают в первую очередь дети, которые имеют особое достижение. А, то есть это будут ученики даже делать? Это ученики будут. То есть это не просто дополнительная обязанность к вахтеру, нет? Нет, нет, нет. Ну что, нет, конечно. То есть это будет определена группа детей, которые имеют особое достижение либо в спорте, либо в творчестве, либо академические какие-то успехи. Им будет верена такая вот, можно сказать, обязанность, и не только обязанность, но и, наверное, как поощрение в первую очередь таких детей организовывать данное мероприятие. Каждый ребенок хочет, наверное, особого поощрения все-таки, да, чтобы его заметили. Вот, кстати, интересный момент про поощрение вы сказали. То есть проводили опросы, и 67% выступали за эту инициативу, но это, конечно, взрослые люди, а 18% против. То есть будут ли рады эти 18% родителей, если его ребенка таким образом поощрят? Кстати, как вы думаете, с чем связан вот такой достаточно высокий процент такого негативного отношения к подобной вводимой традиции? Ну, вы знаете, вот мое мнение таково, что, в принципе, все-таки две трети это за, да, только 18% против. Во-вторых, я бы сказала, ну, наверное, сколько людей, столько и мнений. Когда какие-то инновации вводятся, всегда есть тот, кто против, да, но это не означает, что это плохо. Мы надеемся на то, что это станет крепкой школьной традицией, которая повысит, ну, я бы сказала, авторитет, да, и символов государственной власти, да, и повысит значимость данного мероприятия. И дети стремятся участвовать в этих мероприятиях, у них есть это желание. Поэтому мы надеемся на то, что будет все на высоте. Хорошо, тогда перейдем к тому, к чему, наверное, дети не всегда стремятся к участию, к чему не всегда дети стремятся принять участие. Вот выпускные, не выпускные всероссийские проверочные работы, правильно? ВПР. Да. Я знаю, что они уже существуют давно. Сейчас их собираются распространительно седьмые, восьмые классы, то есть еще больше будут проверять людей. Мне кажется, для детей это дополнительный стресс. Как вы думаете, почему это вводится для семикласса, к примеру, может, их к чему-то готовят? И в принципе, ВПР, для кого это? Это, по-моему, больше проверяют не столько знания ученика, сколько, ну, некую готовность школы, учителя по этому поводу. Ну, я скажу так, что ВПР, это не только для седьмых, восьмых классов, да, ВПР у нас, пишут ребятки, и в начальной школе это четвертые классы, ВПР пишут и пятые, и шестые, и седьмые, и восьмые, и девятые классы. А в чем остальное общество? А общества абсолютно никакого нет. Просто то, что ВПР были запланированы на март прошлого, ну, на март 22-го года, да, но, к сожалению или к радости, да, они состоялись не у всех, да, поэтому ВПР были перенесены. На сентябрь месяц. И в сентябре месяце пишут ВПРы те ученики, да, и те классы, которые не писали в марте. Вот в чем суть дела. Для кого это проверка, написание всероссийских проверочных работ? Ну, наверное, и для учителя, и для ученика. С другой стороны, вы знаете, к ВПР нужно относиться так, как к обычной контрольной работе. Мы когда в школе учились, мы тоже писали контрольные работы. В принципе, ВПР, она приравнена к контрольной работе. То есть, когда, допустим, экзамен сдают, понятно, что это некий идет, ну, отбор-набор, там, допустим, для следующего класса, а ВПР, то есть просто контрольная работа. Контрольная работа, своеобразная контрольная работа, оценка, и в журнал она тоже выставляется, как контрольная работа по учебному предмету. А мне вот еще заинтересовалось тех новостей, про которые я прочитал. Больше всего меня заинтересовало введение таких часов для обсуждения темы. Это разговор о важном. Да? Во-первых, какое-то, ну, сверхпафосное название. То есть, мне кажется, при такой теме должен так вот учитель подойти, обнять ребенка и сказать, ну что, Петя, папа будет приходить по воскресеньям. То есть, о чем это вообще вот разговор о важном? И кто определяет эти темы? Тема определяет Министерство просвещения Российской Федерации. Суть, да, этих разговоров о важном, они будут посвящены истории общественно-политической жизни нашей страны, региона. И это цикл мероприятий, которые носят событийный характер. То есть, темы, они событийные. Вот, например, да, какие темы будут обсуждаться? Обсуждаться разговоры. Они есть. Они есть. Этот список есть, причем он определен по классам. То есть, там, первые, вторые классы своя тематику. Там, третьих, четвертых, своя. Там, в старших классах, как говорится, своя тематика. На мой взгляд, это достаточно интересно. Такой, я бы сказала, просветительский характер, творческий характер будут носить вот эти уроки, да. И они посвящены, ну, вот, важным датам, событиям. Вот, да, основная особенность – это событийность. Вот. Ну, вот, например, да, в качестве примера, какие мы можем привести разговоры о важном. Во-первых, у нас ближайшая дата, это помимо того, как говорится, дня знаний, да, это 165 лет со дня рождения Константина Дуаровича Целковского. Да, то есть, для нашего региона это максимально, да? Да, события. Плюс к этому, 1 октября – это день пожилого человека, да. Это может быть день отца, это может быть день матери, это мероприятия, которые посвящены семейным событиям. Новый год, Рождество. А вот эти часы, дополнительный разговор – это дополнительные часы или вместо чего-то? Я имею в виду, что это какой-то седьмым уроком остаемся, ребята, или как это? Ну, позиционируется это как в рамках неурочной деятельности. То есть это как некий доп, там, в пятницу после уроков остаемся? Это понедельник первым уроком. То есть уже чётко определено, что данный урок, разговор о важном, будет проходить в понедельник первым уроком во всех классах. То есть подняли флаг и поговорили о важном. Вот такой начало недели. В принципе, как на утро первых фактически. В принципе, да. То есть такой определённый, знаете, я бы так сказала, позитивный задел на то, чтобы была хорошая, творческая… Но это не каждую неделю. Каждую неделю. И разговор. Разговор о важном. Каждую неделю. Каждый понедельник первым уроком. Ясно. И тогда ещё вопрос. Я знаю, что появился советник по воспитанию. Тоже некая новая должность. Мы обсуждали её уже в студии. Но вот скажите, есть ли у вас уже учреждена ли эта должность уже, кто это будет её занимать, и какие функции будут у этого человека? Да, совершенно верно. В советник по воспитанию такая должность введена. И на сегодняшний день она введена во всех образовательных учреждениях. И в нашем образовательном учреждении она тоже есть. Это человек не со стороны. Это человек из педагогического коллектива, который не просто участвовал, а победил во всероссийском открытом конкурсе «Навигаторы детства». Данный конкурс был учреждён Министерством просвещения Российской Федерации совместно с РДШ, с Российским движением школьников. И у нас принимали два педагога участия в этом конкурсе. И мы очень рады за них, потому что оба победили. Было очень сложно выбрать, кому же отдать предпочтение. Но мы учитывали разные факторы, в том числе и нагрузку учителя, и те функции, которые он дополнительно выполняет. То есть такая должность действительно у нас появилась. Но зато если понадобится зам, то у вас он уже есть. Да, совершенно верно. Работаете на опережение. Вы затронули ещё тему движения, но, к сожалению, у вас не остаётся времени, поэтому мы надеемся, что придёте к нам ещё как-нибудь, и мы обязательно с вами это обсудим. Я желаю вам отличного начала учебного года. Спасибо, что были сегодня с нами. Спасибо, что пригласили. Ну а мы продолжаем школьную тему вместе с Ольгой Золотиной и блогом «Привет от Дарвина». Здравствуйте. Обычно дети не попадают в номинанты премии Дарвина. Но, если бы было иначе, один российский школьник рисковал бы им стать. Он провёл эксперимент. Разогрел сковородку с маслом до бурления и плеснул туда воды. Не стоит повторять этот эксперимент. Да, на каникулах за детьми нужен глаз да глаз. Но и в школе с ними может произойти всякое. Скоро 1 сентября и расслабляться не стоит. Вот топ-5 неприятных вещей, которые могут произойти в школе. Естественным будут и варианты, как этого возможности избежать. Приготовьтесь, здесь будет много физкультуры. Сколиоз – беда всех поколений. Многочасовое сидение за партой, тяжёлые рюкзаки – всё это не лучшим образом сказывается на осанке. Помогут специальные ранцы. Их много в продаже. А от сумок на одно плечо лучше отказаться. В последнее время рекламируют корсеты. Но это не выход. Корпус ребёнок, может быть, и будет держать прямо. Но вот мышцы спины будут потихоньку, за ненадобностью атрофироваться. А их лучше всё-таки как раз укреплять и делать специальные упражнения. Например, такие. Сейчас на выдохе отводим прямые руки назад. Затем вперёд. И собираем лопаточки, сводим ручки вновь вперёд. Плохое зрение. Конечно, будем справедливы. На зрение влияют гаджеты. Но сейчас и занятия в школе всё больше требуют погружения в цифровые технологии. Здесь могут помочь увлажняющие капли в глаза и перерывы через каждые 20-30 минут на зарядку. Да-да, и здесь упражнения. Сверху вниз, справа налево. Отчерчиваем диагональную линию. Гастрит. Кто знает, чем питается ребёнок в школе? Даже если оплатить ему обед, кто даст гарантию, что он будет есть его? А не потратит карманные деньги на пиццу. Здесь выход хорошо кормить его перед школой. Завтрак должен быть обязателен. Чем насыщеннее и разнообразнее питание, тем лучше. Суп на завтрак? Эх, Мишка, ничего ты не знаешь о детском питании? Недосып. Тут в голове угла режим дня и личный пример. Бесполезно заставляет ребёнка раньше ложиться спать, если вы сами полуночники. Так что придётся немного повоспитать и себя. Быть молодой мамочкой, да, это самая сложная работа на свете. Да-да-да. Буллинг. Психологическое и не только насилие. Это очень сложная тема, и без психолога здесь не обойтись. Единственное, если ребёнок увлечённо занимается в каких-нибудь кружках, шансы пострадать от издевательств меньше. Ну, во-первых, у него будут друзья по интересам, и вливаться в плохую компанию он уже вряд ли захочет. А во-вторых, его не будут волновать какие-то дурачки, если у него будут увлечения. А если это будет ещё и спорт, то хулиганы вообще вряд ли захотят с ним связываться. Я бы сюда добавила ещё и травмы, но их чаще всего получают вне школы, и от них не застраховаться. Дети есть дети, но чем больше у ребёнка активностей, тем меньше времени на глупости. Помните это и берегите себя. Итак, мы затронули тему школы, которая будет совсем скоро. Поговорили с директором, послушали Ольгу. И вы знаете, но ведь в принципе лето ещё не закончилось. Пора отпусков продолжается. И сейчас я передам слово Кристине Залиускайте и её блогу «За Амания», которая расскажет о том, каких животных можно встретить в отпуске. Всем привет! Побережье Чёрного моря этим летом как никогда актуально среди отдыхающих, которые всё чаще выбирают отдых дикарём. Я сама только что вышла из южных лесов и по горячим следам готова рассказать, кто вас там поджидает. Ну, помимо сотен других отдыхающих. Кемпинги полны людей и всё дальше углубляются в лес. Встреча с дикими животными неминуема. Вечер на юге. Лёгкий бриз качает сосны. Обжигающее солнце уже закатилось за горизонт. И в воздухе разносится запах моря, ароматных трав и пронзительный вой. Это поют шакалы, представители семейства псовых. Их вой очень похож на волчьи. И даже внешне они напоминают уменьшенного волка. Шакалы активно с наступлением сумерек. Ночью они выходят на промысел. Конечно, не на поиске аппетитных бочков спящих туристов, пока он оставляет волчкам. Сам же он кормится падалью, мелкими зверьками, птицами. И даже саранчу ест с удовольствием. В тепловизоре я наблюдала, как шакал преследовал крупного зайца. Надеюсь, заяц остался цел. А шакал сыт. Ну, к примеру, арбузом или дыней. Да, они еще те сладкоежки. Уж кто знает, как выбрать сладкий и спелый арбуз, так это шакал. И даже лапкой по нему стучать не надо. Своим чутким носом они вычисляют зрелые плоды. Распарывают их когтями и прямо на грядке съедают мякоть. В местах, где на бахче промышляют целый стай шакалов, фермеры придумали несколько уловок. Сотни пустых пивных банок они нанизывают на веревки и развешивают эти погремушки вокруг поля. Шакалы на территории человека ведут себя осторожно и от грохочущих банок бегут. Другой способ спасти урожай – каждый зрелый плод приправлять красным перцем. Шакалам такое блюдо не по вкусу. Едва учуяв острый запах, они убегают прочь. На поля к менее сообразительным фермерам. В Сочинском нацпарке численность шакалов определяют по вою. Если хищники долго не подают звуковых сигналов, ученые включают заготовленный шакали-шлягер, и звери откликаются на голос сородичей. Если отзовутся сразу несколько особей, позже с помощью компьютерной программы считают их количество. Внимание, вопрос. Сколько вокалистов поет на видео, которое записала в лесах Архипа Осиповки? Шакалы, конечно, не нападают на людей, мы им неинтересны. А вот наши вкусно пахнущие припасы еще как. Будьте бдительны и подальше убирайте на ночь ароматную колбасу, ну или арбуз, если, конечно, он у вас сахарный, спелый. Невкусные сами ешьте. Что интересно, шакалы могут скрещиваться с собаками. Их потомство имеет феноменальное чутье и покладистый характер. В России таких метисов используют для поиска взрывчатых веществ в аэропортах. Этих профессионалов называют собакой Сулимова или просто шабака. Интересно, почему еще никто не придумал использовать шабак для поиска самых спелых арбузов на рынках? Если вам не везет с вкусными плодами, возможно, пора завести такого друга. По ночам в черноморских лесах, помимо заунывной песни шакалов, ухо не совы и стрекота сверчков, можно услышать, как ломаются ветки под лапами енотов. С наступлением сумерек этот зверь выходит на промысел. Отдыхающие встречают енотов, которые навещают кемпинги и базы отдыха. Кажется, что эти бандиты в масках теряют последние капли скромности. Но туристы сами виноваты, встречают их хлебом с солью. Да, крекер – это любимое лакомство варюк. Родина енотов – Америка. В середине 30-х годов для распространения ценного пушного зверя советские зоологи выпустили четырех енотов на Дальнем Востоке. Их доставили из московского зоопарка. А с начала 40-х годов в других регионах начали выпускать полоскунов, привезенных из Европы, которую они, надо сказать, к тому времени неплохо обжили. В настоящее время в России енотов можно встретить на Дальнем Востоке, Кавказе и Краснодарском крае. По скромным подсчетам ученых, сейчас на территории национальных парков Черноморского побережья живет более 20 тысяч енотов. Они прекрасно приспосабливаются к любым условиям. Но излюбленные места их обитания – смешанный дуплистый лес, желательно с водоемом. Нельзя забывать, они все-таки полоскуны. Вода позволяет очистить чувствительные лапки, сделав их более восприимчивыми. Еноты поедают раков, улиток, насекомых, лягушек, птичьи яйца. Растительный рацион состоит из ягод, желудей, орехов и фруктов. Ну и, конечно же, всего более-менее съедобного, что они найдут у туристов. Если вы дождались ночи, обложились крекерами и ждете появления этих милых существ, спешу вас предостеречь. Еноты обожают устраивать беспорядок, разбрасывать вещи. Они съедят все ваши крекеры и пойдут за добавкой. Скорее всего, эти бандиты все перевернут, погрызут, распотрошат и без зазрения совести слопают ваши недельные припасы. Как-то еноты истребили все мои запасы сахара. Ночью я проснулась от очень громкого и аппетитного хрумканей рафинадом. Ну а утром моего взора предстала лишь пустая коробка. И пара кубиков в ней выглядела как издевка. На тебе, Кристина, утром попьешь сладкий кофе и подсластишь горечь утратой пачки сахара. Всегда помните, что еноты – это дикие животные, которые могут напасть, покусать и даже заразить вас бешенством. За милой мордашкой скрывается опасный хищник, обладающий острыми клыками, когтями и недюжей физической силой. Помимо лесных друзей, в Черном море туристов тоже поджидают приятели, о которых я расскажу в следующем выпуске. Хорошего вам отдыха! Пока! Ну что, друзья, как насчет того, чтобы продолжить наш блоговый марафон? И я сейчас хочу передать слово Диме Родионову, который расскажет о российских режиссерах, место которым могло бы быть в Голливуде. Смотрим первый сеанс. Привет! Сегодня познакомлю вас с двумя российскими режиссерами, которым удалось, казалось бы, невозможное. За короткий период времени, имея в фильмографии всего два крупных полнометражных проекта, они смогли заявить о себе и теперь снимают фильмы за границей. Не спешите с моралистскими оценочными суждениями об их поведении. Сначала предлагаю оценить творчество. Внимание на экран. Молодой российский режиссер снимет триллер для американской киностудии. Сценарий выбран из знаменитого черного списка Голливуда. Заголовок громкий. А что на самом деле? Кирилл Соколов. Молодой российский режиссер. Дебютировал в кинематографе в 2019 году, выпустив черную комедию «Папа сдохнет». За 50 миллионов Соколов показал, как в одной квартире выясняют отношения мужчина, «Девушка, хулиган и полицейский». Картина не только получила награду российского кинофестиваля «Окно в Европу», но также удостоилась хороших отзывов серьезных зарубежных изданий. Вот цитата о картине от журналистов. С помощью ярких цветов, подвижной камеры и резких монтажных переходов Соколов создает атмосферу безумия, доводя дикость происходящего до абсурдного уровня. Спустя два года режиссер Соколов представил еще одну черную комедию – фильм «Оторви и выбрось». На этот раз смешная и кровавая война разворачивается из-за попыток отсидевшей женщины забрать свою дочь у бабушки. Вероятно, что Соколов в своем творчестве ориентируется на труды Роберта Родригеса и Квентина Тарантино, а технически оба фильма действительно выглядят неплохо. В сотрудничестве с «Три Стар Пикчерс» Соколов станет постановщиком триллера «Ультра». Этот материал в декабре 2021 года попал в так называемый «Черный список Голливуда» – рейтинги неплохих сценариев, по которым еще не сняты фильмы. Когда-то в таком списке значились, к примеру, «Джон Уик», «Прибытие», «Престиж» или «Великий уравнитель». История, которую будет экранизировать Соколов, рассказывает про марафонца, участвующего в смертельной гонке. Еще один российский режиссер, снимающий сейчас за границей, – Кантемир Балагов. Дебютировавший в 2017 году с картины «Теснота», Балагов через два года повторил свой успех в Каннах с фильмом «Дылда». Номинировался на «Оскар», а сейчас снимает триллер по игре «Ласт оф Аз». Это суровый приключенческий триллер о мужчине и девочке, которым необходимо добраться из пункта А в пункт Б через огромные разрушенные территории, заселенные зомби всех мастей. Игра сама по себе увлекательна, эксклюзив от Sony получила массу положительных отзывов и признаний игроков. Скоро выйдет ее вторая часть и ремастер первой, а студия, экранизирующая игру, выпустила тизер полнометражки. А теперь к оценкам. Да, проекты, над которыми работают наши соотечественники, явно являются фильмами, не претендующими на высокие награды. Хотя какие-то наверняка получат. Есть ли что-то плохое в том, что они снимают кино не в России? Безусловно. Так же, как есть в этом и плюсы. Просто посмотрите фильмы этих авторов и сделайте выводы. Смотрите хорошее кино. До встречи. Далее в программе «Удра первых». Нескучная форма. На что хватит фантазии и смелости. И терпения зауча. Как пойти в школу в стиле первых, подскажет Ольга Нестерова. Одеться с изюминкой, но не переборщить. В чем соль образа мамы на линейке 1 сентября, будем разбираться с кулинаром моды. Мебель как главный герой. Точно ли его задушили железные руки? Или же под гнетом ожидания не выдержало его сердце? Продолжаем разбирать скелеты в шкафах от противного. Буквально через пару минут с нашим медиаэкспертом мы обсудим самые актуальные новости. Но перед тем, как мы что-либо обсудим, давайте посмотрим их и прогноз погоды в нашем эфире. В России в скором времени могут появиться роботы-экскурсоводы и роботы-полицейские. Разработка принадлежит команде студентов из Дальневосточного университета. Планируется, что железные трудяги будут ассистентами персонала. Например, робот-экскурсовод подскажет, как пройти в библиотеку, а железный правоохранитель поможет в поиске злодеев. На данный момент проект находится на стадии разработки. Российские ученые придумали приложение, которое выявляет депрессию по манере разговора. Искусственный интеллект научит находить маркеры депрессии в голосовых сообщениях. Алгоритм будет анализировать запись речи пользователя и сообщать, если пора обратиться к специалисту. Окончательный диагноз сможет поставить только он. В Папуа, Новой Гвинеи создали Министерство по делам кофе. Подобное ведомство в мире появилось впервые. Таким образом, местные власти хотят возродить кофейную промышленность, а также увеличить объемы экспорта напитка. Сейчас кофе в стране выращивают в основном мелкие фермеры. Премьеры фильмов «Аквамен 2» и «Шазам 2» перенесли. Сиквелы супергеройских картин передвинулись с 2022 года на 2023. Уточняется, что перенос картины «Аквамен» и «Потерянное царство» связан с тем, что проекту понадобилось больше времени на постпродакшн. А «Шазам» тем временем получил новую дату премьеры во избежание конкуренции с фильмом «Аватар. Путь воды», релиз которого запланирован на декабрь 2022 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Я считаю, что сегодня в условиях проведения масштабной боевой антифашистской операции на Украине мы должны четко понимать, что нам противостоит коварный, опасный, хорошо подготовленный враг, который не остановится ни перед какими зверствами для того, чтобы добиться своих целей. Поэтому всем гражданам надо быть максимально бдительными, чтобы не допустить никаких проявлений терроризма и экстремизма сегодня в нашем обществе, в наших городах, в наших населенных пунктах. Сегодня многократно возрастает роль добровольных народных дружин и казачьих дружин по охране общественного порядка в местах скопления граждан, в местах общественного пользования. И это сегодня является одной из важнейших составляющих безопасности нашего общества. Продолжение следует... У каждой мечты есть будущее. Государственная программа «Доступная среда». А мы со своей стороны. Давайте будем чаще бывать на свежем воздухе, станем строго исполнять все рекомендации докторов и будем улыбаться друг другу. Итак, выходные люди отдыхают, но события происходят, и мы обсуждаем их по понедельникам. Обсуждаем мы их с нашим дружественным медиаэкспертом Ильей Зиновым. Итак, что же случилось, пока все отдыхают? Илья, доброе утро. Здравствуйте. Ну, главное событие, которое мы не можем обойти, это Калуги, 651 год. День города. Поздравляю вас с прошедшим. Это, во-первых. Спасибо. Как впечатление? Что можете сказать про это яркое событие, которое длилось аж три дня? Ну, да, событие действительно яркое. И, как всегда, День города ты встречаешь с таким чувством радости и, наверное, надежды. Да, особенно надежда на то, как город будет в дальнейшем развиваться. И прошедший год показал, что у Калуги действительно только богатая история, но и большое-большое будущее. Многие проекты, о которых люди говорили, которые люди ждали, они запустились, сейчас реализуются. Там и больницы на правой бережке, да, вот Северный обход построили. Кстати, многие другие снимаются. Да, для обсуждения Северного обхода мы еще дойдем. Но вот одна из локаций, кстати, которая была протестирована на День города, это волейбольная площадка. Есть какая-то информация или это пока только все тестируется? Я знаю, что это, кстати, не единственный подарок. Что-то можете сказать про нововведения, которые были в городе, в принципе? Ну, в целом, да. То есть это мы, по большому счету, одну из тех новых площадок, которые в городе будут в Калуге развиваться. По большому счету, да, вы право, протестировали. Хороший подарок городу, красивое мероприятие спортивное. Людям понравилось. Я, к сожалению, не был, но, тем не менее, там, видел фотографии. Это действительно было круто. А вот, кстати, говоря про подарки, в принципе, если почитать в соцсети, там всегда есть довольные, недовольные. И вот обсуждается, допустим, куб на Удома быта, количество флагов, которые в этом году... Тут еще просто рядышком с Днем флага российского было, поэтому флагов было очень много. Они новенькие, красивые. И у Лилии возникает вопрос, да, а рационально ли это, кто вот придумал именно в таком объеме это делать, кто придумал куб? Как вообще происходит вот выбор этих подарков городу, населению? Не знаю, мне кажется, если про флаги говорить, то их мало не бывает. Как в российских флагах, да. Говорите, как производитель флагов. Как минимум, любитель флагов, да. А что касается довольных и недовольных какими-то проектами, которые вот в рамках праздника внедряются в городе, ну, город не может стоять на месте, да, и какие-то новые идеи, которые кажутся прогрессивными и интересными, но все равно будут предлагаться и реализовываться. Поэтому я не думаю, что здесь нужно прямо относиться критически к тому, как ваш родной город развивается. Наоборот, я бы, ну, лично я воспринимаю это как еще одну возможность посмотреть на него с другой стороны. И тот же самый КУП или другие какие-то проекты или идеи, которые заявлялись на День города, ну, мне кажется, это дополнительный источник к его развитию, к его движению. Хорошо. А также вот позавчера, 27-го, получается, был День города Калуги, а вчера, в воскресенье, был День города в Подшефном Первомайске. Мы тоже сейчас обсудим одну из тем, но мне интересно, участвовала ли как-то Калуга, Калужская область в Дне города, который был в Первомайске? Конечно. Ну вот, да, можно сравнить День города в Первомайске, да, в тех условиях, в которых он сейчас находится, и День города в Калуге. Не думаю, что какие-то критические замечания пойдут в адрес Калуги, да. Но, конечно, Калуга участвовала в подготовке и проведении Дня города в Первомайске. В первую очередь, конечно, были наши волонтеры, которые и до этого работали, и в День города работали в Первомайске. Они отвезли гуманитарную помощь, развезли по нуждающимся, отвезли также в Краснодон, поступившую в гуманитарную помощь, это недалеко от Первомайска. Ну и поздравляли людей, да, участвовали в этом празднике. Мы, в свою очередь, вот тоже не День города, но когда вот работали в Мариуполе, был День Миталургов. Людям очень важны такие мероприятия, важны такие встречи, собраться вместе и понять, что... В принципе, в Донбассе еще и День шахтера. Да, День шахтера вот недавно был. И видно, что людям действительно это нужно, это важно, это очень принципиальный для них момент. Они хотят, чтобы города росли, города развивались, и они чувствовали это и видели это. Вот у меня просто возникает вопрос, он, наверное, не ко дню города, он в общем. Потому что даже мне приходило в телеграмму повещение, что набирают волонтеров для восстановления Первомайска. И вот у меня всегда такой вопрос, то есть неужели, допустим, в Калуге или в Обнинске нечего восстанавливать? Просто у нас, к примеру, волонтеров не набирают, и у нас как-то нет вот такой громкой шумихи относительно помощи, к примеру, там, онский дом, у которого провалилась крыша, ну там что же можно помочь? То есть получается, все ли у нас восстановлено в России, что мы помогаем другой республике? В сравнении, если сравнивать, что восстанавливают в городах Донбасса и у нас, ну не дай бог, чтобы нам такое пришлось восстанавливать, да. Конечно, и у нас в городах есть какие-то объекты, для которых нужна, ну профессиональная рука, так скажем, да, приложить в руку профессионала, но там явно должны работать не волонтеры. Есть конкретные ответственные люди за конкретный объект, условно говоря, да, и, ну, у них есть эта работа, и эти люди есть, да, эти ресурсы есть. В городах Донбасса, ну нет людей, нет практически мужчин, да, они все на фронте, и нет технологий, нет ресурсов. Там действительно, ну нужны мы, как люди, да, и как профессионалы, чтобы помочь восстановить жизнь на этих территориях, нормальную мирную жизнь. Вот, кстати, мы сегодня говорим про 1 сентября с нашими гостями, в том числе и здесь. Есть новость, что все-таки, несмотря на то, что в городе безопасно, я знаю, что вы были, да, и многие первые лица, тем не менее, 1 сентября в Первомайске будет дистанционно. И с этим тоже есть от сложностей реализации всего этого. Ну, разумеется, да, но в Первомайске немного посерьезнее ситуация, да, в связи с тем, что... Ну там интернетом нет, наверное, не везде, да, свет, вот эти перебои еще. Да, ну чисто технически, да, и потому что есть еще риски там, да, связанные с фронтом, с расстоянием до фронта. Но, тем не менее, да, это вот одно из, одни из первых и самых важных объектов, которые вводятся в строй, которые запускаются в городах, ну, где происходит восстановление мирной жизни. Как в Мариуполе мы точно так же уехали со школы и восстановили ее к новому учебному году, чтобы она начала работать. И в Первомайске, как вы видели, наши волонтеры в первую очередь занялись как раз-таки вот восстановлением школы. Ну, потому что, если не ради детей, то ради кого? У нас много новостей, остается буквально меньше минуты. Но давайте хотя бы успеем еще одну про нее что-то сказать, что в Калужской области проведут турнир по киберспорту. В принципе, да, интересное событие, мне кажется, оно привлечет много молодежи. Но почему киберспорт важен, о чем и говорит, собственно, наш губернатор? Как вы думаете? Ну, близкая для меня тема. Сам стараюсь заниматься развитием именно киберспортивных дисциплин. Почему важно? Потому что, несмотря на то, что кажется, будто бы это какая-то история далекая от людей, очень много и детей, и взрослых занимается киберспортом, в кавычках, да, вот они не спортсмены, да, но они проводят достаточно много времени в играх именно, даже в компаниях. Это стало такого хобби своего рода, там, вместо рыбалки. Это на самом деле так. Вот. И второй момент. Киберспорт – это очень правильные двери в IT-сферу. То есть дети, которые, ну, потренировались, поиграли, да, они гораздо… А, и может, интереснее понять вот этот механизм, да, у них есть заинтересованность и понимание, как это работает на практике. Да, в программирование, в игровой дизайн, в сложные отрасли, там, которые связаны… А, вот такой интересный мостик, да, я как-то думал об этом. Да, это действительно так, и поэтому совершенно не зря организаторы устроили мини-соревнования на уровне самого форума, да, там играли дети из Калужско-Курской и Белгородской областей, и мы здесь уже в свою очередь, в Калужской области, будем создавать региональные турниры, которые включат как можно больше детей. Хорошо, у нас еще очень много новостей, но, к сожалению, нет времени. Спасибо большое, что были сегодня с нами, но мы двигаемся дальше. Я передаю слово Марии Лазареве, которая расскажет, о чем говорит мебель. Мебельный символизм в ее рубрике «От противного». Респектабельность в мире книг можно мерить целой линейкой параметров. Ну, почему бы, например, не тиражом? Здесь не так уж много открытий чудных. Религиозные тексты сразу выведем за скобки, чтобы ненароком никого не оскорбить. С цитатником Мао Цзэдуна, ну, тоже как бы все понятно. Гарри Поттер, Властелин колец и Маленький принц – ежегодно десятки самых издаваемых. Но в 2017 году совокупный тираж каталогов одного мебельного магазина перегнал по количеству экземпляров всех вышеперечисленных героев. Как говорится, шах и аллахомора. Так что тот разговор о мебели в книгах, который я уже как-то заводила вот у этой самой доски, видимо, нужно продолжить. Для начала загуглите-ка Эдварда Хоппера. Ну, как вам? А что вы так удивляетесь? К художникам я отношусь с пиететом. Картины Хоппера часто мелькают в кино, а некоторые из них вдохновляют писателей на совершенно нетривиальные сюжеты. Ну, например, картина «Музыкальная комната» и одноименный рассказ «Старины Кинга». Ой, вот даже не знаю, что вам посоветовать для начала? Прочитать рассказ или рассмотреть повнимательнее картину? Но даю гарантию, после интерпретации короля ужасов вы не сможете видеть в этой парочке что-то милое. Да, они могут смеяться вместе и вести себя столь душевно, как люди, которые прожили вместе много лет и при этом узнали что-то новое друг о друге. Но их дорогой и многоуважаемый шкаф хранит в себе скелеты в очень-очень буквальном смысле. Как так вышло? И как эти люди с этим живут? Читайте, смотрите и слушайте музыкальную комнату. Интерьер как орудие преступления – сюжет рассказа Уильяма Матфорда 1830 года. Железный саван. Благородный Вивенцио находится в затруднительном положении в темнице замка принца Тольфи. Поначалу он наивный, строит планы на побег и месть. Он искренне радуется, что его никто не будет морить голодом и жаждой, пока внезапно не понимает, что ему уготована гораздо более страшная участь. 7, 6, 5, 4. Именно так убывает количество окон в камере пленника, потому что стены и потолок сжимаются, приводимые в действие беспощадным механизмом. Вообще ужасы без мистики – это самое страшное, что только есть в литературе. Так что ни в коем случае не читайте Матфорда на ночь. Ну а если не удержитесь от этой затеи, поразмышляйте. Отчего именно погиб благородный Вивенцио? Точно ли его задушили железные руки? Или же под гнетом ожидания не выдержало его сердце? Итого, вопросы есть, а ответы не очевидны. Шкаф Танина Гуэра и сундуки Плюшкина хранят в себе немало неочевидностей и невероятностей. Неодушевленные предметы мебели вовсе не обязательно заходят на страницы книг этаким майдадыром. Но они абсолютно точно не молчат. Кран может тихо сморкаться, а флакон может стать бракосочетающейся герцогиней. На шизофрению как-то похоже, да? Нам привычнее не железный саван, а плен-телестен. Ну такой вот эффект Рея Брэгбери. Что и требовалось доказать. Да наступайте вы куда-то хотите, только не читайте. Даже каталог мебельного теперь не актуален. Итак, мы продолжаем тему 1 сентября. И теперь зайдем на нее со стороны стиля. Да, это ответственный, важный, торжественный момент. И мамам, которые пойдут вместе со своими дочерьми, со своими сыновьями, конечно, хотят выглядеть с одной стороны торжественно, с другой стороны как-то по-деловому. И ведь при этом нужно еще и не перещеголять директора. Давайте разбираться в этом сложном и важном вопросе вместе с нашим дружественным стилистом Татьяной Фатеевой. Татьяна, доброе утро. Доброе утро. Итак, во-первых, у меня максимально общий вопрос. А судьи кто? Что это за распределительная шляпа, которая определяет вообще, как нужно идти маме, женщине на 1 сентября? Только мы, никто кроме нас. Замечательно. Знаете, дело в том, что мы сейчас из всех средств массовой информации слышим о том, что у нас должен быть каждый день праздник, зачем мы ждем определенного случая, чтобы классно выглядеть и так далее, и так далее, и так далее. И многие девушки воспринимают эту информацию буквально. И мы можем видеть на улицах города в обычный день или в какой-то праздник слишком нарядно надетых девушек. Я таких в спортзале ел, они приходят такие с маникюром, благоухают, макияж, и такие через 20 минут с тренером, такие, когда же я умру? Да, вот. Давайте все-таки об улицах, да? Давайте, об улицах. А, то есть сейчас мы поговорим о том, что начнем от противного. От противного, да. То есть чего делать не стоит? Супер давай. Слишком замудренные укладки будут смотреться явно подготовкой, и еще если не с тем комплектом одежды будут, например, такая коса, то будет выглядеть достаточно странно, поэтому лучше от них отказаться, пусть это будет стандартная повседневная укладка на свежие и чистые волосы, будет замечательно. Далее, если мы говорим опять же о праздниках, и что праздник каждый день, все-таки слишком празднично одеваться не стоит, это не ваш праздник, праздник ваших детей, и от таких слишком явно праздничных нарядов стоит отказаться. Такие как шлейфы, декольте, платье в пол, мы на 1 сентября все-таки их отможем подачи. Хорошо, что хуже может быть только прийти в костюме школьницы. Кто знает. Далее, могут быть обратные ситуации, когда мы надеваем не платье в пол или гипюр какой-то красивый, а хотим показать всю свою сексуальность, да, там же будут не только мама, но и папа, и мы показать себя хотим во всей красе. Это опять же не тот день, когда стоит это делать, лучше избежать. И есть такие мамы, которые бизнес-леди, очень много у нас таких девушек и женщин. Здесь нужно говорить о том, что опять же мы идем к детям, это детский праздник, и слишком официальные костюмы тоже, наверное, не стоит надевать 1 сентября. Ну тогда давайте поговорим о том, что все-таки стоит надевать 1 сентября. А теперь мы вспомним опять же, что это детский праздник, что любят дети, какие ассоциации у нас с детьми, это смех, это радость, веселье, яркие краски. Поэтому мы должны в данном случае выглядеть, ну, немножечко по-детски, ближе к детям. Поэтому мы используем цвет в своих образах. Это может быть такой яркий, красивый образ, тогда точно дети на нас обратят внимание и с удовольствием будут идти с нами за руку, они шарахаются от нас, мама, не трогай меня, да? Мама, не трогай меня, я все-таки 11-классник. Это могут быть более спокойные варианты с джинсами, пожалуйста, это будет очень уместно и прекрасно выглядеть. То есть это будет понятно, что вы пришли не на свой праздник, а на праздник к ребенку. Можно, если у нас первокласска, выглядеть более нарядно, ярко, но при этом все равно не переборщит, да? Обычная белая рубашка в комплекте с какими-то цветными брюками будет классно смотреться. Тем более мы знаем, что сейчас у нас цвет, да, и очень многие наверняка уже приобрели цветные брюки и юбки, и пиджаки. Вот сегодня их мы с ней сегодня переборщили. А, кстати, есть ли так какой-нибудь рекомендованный, может быть, цвет на осень? Ну, это стандартно, конечно. Все цвета радуги у нас сейчас в тренде, цвет у нас никуда не уходит, если только он вам не надоел. Очень много у нас было цвета на улицах. Если вы еще любите цветные яркие образы, то, конечно, носите с удовольствием. И можно выбрать более спокойные трикотажные варианты. Тоже будут классно смотреться 1 сентября. Такие, знаете, варианты и в пир, и в мир. И можно сходить на линейку, дальше можно пойти в кафе, можно даже вечер где-то продолжить. Вот я бы советовала остановиться на таких цветах. А может быть, какие-то еще рекомендации? Просто прическу мы затронули на предыдущем слайде, что делать не стоит, и вы так обмолвились, что стоит делать. Теперь проговорили про непосредственно одежду. Ну, еще хочется спросить тогда про макияж, может быть, какие-то рекомендации. Стоит ли вообще, вот знаете, многие мамы там встают раньше ребенка на 2 часа, записываются на мейкап, там все красиво, стрелки, все, вот я не знаю этих названий. Вот, но этого всего много. Вот здесь какие-то рекомендации. Это уместно будет на выпускной к ребенку в 11 классе. А на 1 сентября лучше пусть будет дневной спокойный макияж в нюдовых оттенках, либо немножечко цвета, ну, буквально в ваших тонах. Не стоит переборщивать. Хорошо. Ну, собственно, умеренность, она хороша во всем. Ну, и тогда финальный момент, все-таки, 1 сентября, это не только вот этот момент, но это еще и фотографии. И наверняка, мне кажется, что есть ведь более фотогеничные, менее фотогеничные, но какие-то вещи может подчеркнуть именно фотография. Есть ли рекомендации от вас, что сделать, чтобы хорошо смотреться на фотографии? Я считаю, неважно, как вы выглядите, неважно, вы себя считаете фотогеничным, либо нет, самое главное, что спасет любую фотографию, это улыбка. И это прекрасно. Такая улыбка, как у вас. Спасибо большое, что были сегодня с нами. Продолжаем тему стиля. Итак, а с кем мы продолжаем тему стиля? Мы поговорили только что про мам. Давайте поговорим про дочерей, ведь сейчас есть школьная форма, и не все от этого в восторге. Но Ольга Нестерова точно знает, как добавить несколько фишек, чтобы всегда оставаться в стиле первых. Ну что, дорогие, считанные денечки нам остались, чтобы успеть подготовить наши фэшн-сани все еще летом. На носу сентябрь, а с ним, да-да, начало нового учебного года. Так что, если кто упустил момент, приоденемся прямо сейчас. Мой эдюкейшн-привет и стильная школьная форма – наша тема на сегодня. По-честному, разговор у нас получится все же шире. Предлагаю разобрать тренды, стилистические приемы и просто занятные фишки, которые можно внедрить в капсулу для учебы, будь то школа, колледж или вуз, подразумевающую, тем не менее, определенную степень делового дресс-кода. Итак, начнем с фактур. Любой, даже самый минималистичный и строгий комплект вдруг станет занимательным и живым, если в деле трендовые ткани. Или еще круче – эффектная игра фактур. К примеру, мощный долгоиграющий тренд, уже который сезон подряд – кожа. Даже просто заменить обычную черную юбку-карандаш на кожаную – отличный ход, что мгновенно обеспечит шах и мат скуки форменного образа. Но если добавить в пару к такой юбке вещи с максимально контрастной фактурой, вот тут мы выходим просто на новый уровень. Что это может быть? Схема размышлений такая. Сначала мы подробно характеризуем фактуру ведущего предмета. Кожа – плотная, жесткая, гладкая, холодная, глянцевая. А теперь мы ищем ткань с прямо противоположными характеристиками – нежную, мягкую, рельефную, теплую и матовую. С этой задачей прекрасно справятся и летящая романтичная блуза из шифона или батиста, и уютный пушистый свитер или кардиган, и, допустим, водолазка в рубчик. Одно из наиклассических решений сдержанного делового образа – твит. К тому же это еще и невероятно осенний материал, так что ваш выход, сэр. И вот к нему подбираем как раз что-то спокойное и гладкое – деним, сатин, ту же кожу. Тотал твит все-таки не вариант для юных модниц. А вот в сочетании с диаметрально противоположными по настроению и стилистике вещами – просто огненный огонь. Нафталином отдавать точно не станет. Для пущего эффекта вход можно пустить и обувь, приправить образ, например, модной тракторной подошвой или платформой с блочным каблуком на манер 70-х. Помним также про баланс объемов. Объемный верх, аккуратный низ и наоборот. Так рождаются самые гармоничные аутфиты. Что касается визуальной динамики образа, тут нам лучший помощник – принт. Окей, с лого и приколами, очевидно, в школу не прокатит, но в нашем распоряжении же еще уйма классических принтов. Кстати, контрастные черно-белые гусиные лапка, клетка и полоска – в первых рядах последних трендов. Самый сок – дополнить их яркими аксессуарами. Зеленой сумкой, например, или оранжевой бейсболкой, или… на что хватит фантазии и смелости. И терпение зауча. Вообще, лайфхак с одиночным ярким акцентом – просто хит для школьной формы, я считаю. Уличная обувь, носки, головные уборы, сумки и ремни – все эти чудные вещицы докрутят образ до нужной степени крутизны. Но в то же время они чуть не скомпрометируют непосредственно в школе. Их, как минимум, в случае чего можно легко снять. К слову, очень остро, да и просто эффектно смотрятся комплекты Total Black и Total White. Для тех, кто не любит компромиссов. Теперь пробежимся по конкретике. Какими актуальными вещами дополнить учебную капсулу, чтобы сделать ее максимально стильной? Мини-юбки снова в поворе у многих дизайнеров. Лаконичные трапеции и конкретно школьные юбчонки в клетку и складку производят фурор уже не первый сезон. Причем даже на барышнях школу давным-давно закончивших. Только держим в голове пунктик. Короткую юбку дополняем обувью на плоском ходу, без каблука. Особенно в школу. Плюс на деле мини прикрылись сверху, то есть выбрали рубашку или джемпер, закрывающий руки и декольте. А вот классные колготки в духе логомании придутся весьма кстати. Набирает обороты стиль сафари и попробовать характерную рубашку с накладными карманами самое время. Среди трикотажа в топе остается решение в стиле пола. Ворот на молнии и пуговицах, кардиганы и объемные и миниатюрные, заменяющие блузку. Брюки же самые крутые на сегодня, свободные классические, максимально длинные и довольно широкие. Фишечку с подвернутым поясом я думаю вы помните. Как вариант можно рассмотреть и форму клеш, особенно в сочетании с платформой. И вот с объемными брюками отлично будут смотреться лонгсливы вторая кожа, что взрывали подиумы и улицы мировых столиц еще пару сезонов назад. К этому же пунктику отнесем и деликатные боденевидимки. Не сдает позиции асимметрия и деконструкция. Часто становясь основным акцентом минималистичной одежды. Тоже классный вариант как для юбки на запахе, допустим, так и для затейливого джемпера. В качестве нижнего слоя под жакет или кардиган намного удобнее и свежее будет простая белая футболка, топ-халтер или обычная майка. Она, кстати, сейчас самая модная. Ну и на сегодня, пожалуй, все. Заканчиваем нашу фэшн-линейку. Удачного учебного года, невероятных открытий и самых крутых образов. Итак, пришло время объявить нас новый розыгрыш. Более того, это будет не какой-то один приз. Он будет проходить каждый день, и у вас есть возможность в этом поучаствовать. Что для этого нужно сделать? Во-первых, повторюсь, розыгрыш будет проходить с сегодняшнего дня, с 29 августа по 2 сентября. Каждый день в нашем телеграм-канале с кодовым названием «Упс», вот здесь где-то должен появиться QR-код, по которому вы можете перейти просто наведя камеру своего мобильного телефона и подписавшись. Что будет происходить? Вообще, в принципе, два простых условия. Быть подписанным на наш телеграм-канал, и второе, оставить комментарий под постом, который будет выходить каждый раз в 9 часов утра после анонса ведущего. Вот, допустим, как сейчас это делаю я. И что можно получить? Можно выиграть сертификат, подарочный сертификат на фестиваль «Калуга. Улица Еда», который пройдет с 9 по 11 сентября. Этот сертификат даст право поучаствовать, получить что-то бесплатно в одном из кафе. Отличный подарок. Что нужно сделать сегодня? Тема, которая появится в телеграм-канале. Что делать с кабачком? Просто в комментариях напишите, что можно сделать с кабачком, поделитесь рецептом, и наш эксперт, которого тоже объявят чуть позже, выберет, выберет, прошу прощения, выберет, соответственно, победителя и получит подарок. Поэтому переходите, подписывайтесь, ну а я прощаюсь с вами, увидимся с вами вновь в эфире «Утро первых». Пока!